О коррупции в формате разговора по душам. Руководитель Следственного комитета Александр Булаев пригласил журналистов города в личный кабинет, чтобы ответить на вопросы о громких делах мздоимцев и рассказать о ситуации с региональным взяточничеством в целом. По сравнению с прошлым годом возбужденных уголовных дел по фактам коррупционных проявлений существенно меньше. Место 218 и 130. Связано это, увы, не с тем, что люди поняли брать и давать на лапу неправильно, а с тем, что дела по мелким суммам до 10 тысяч рублей теперь в ведении полицейских, а не следователей СУСК. 30% это дела о коммерческом подкупе 204-го уголовного кодекса. Также 30% это дела, связанные с фактами получения взяток. Среди коррупционных преступлений есть и дела, связанные со служебным подлогом, 14 уголовных дел. Коррупционные дела это примерно 10% от всего объема работы следователей, не больше и не меньше, рассказывает Александр Булаев, чем в других регионах страны. Вспомнили в процессе беседы и всех медийных персон взяточнических историй. Дела в отношении депутата Гордумы Морозовой, замглавы Гавпосада Волкова, отправлены в суд. А вот расследование дела Сверчкова-Мамедова в самом разгаре, и конца ему не видно. По Кабанову готов отчитаться, что мы закончили следствие и закончили ознакомление обвиняемого с материалом уголовного дела. Сейчас у нас началась стадия оформления обвинительного заключения, и полагаю, что на этой неделе мы сможем его передать прокурору для утверждения обвинительного заключения. Из-под домашнего ареста освобожден редактор телеканала «Барс Кустов». Из СИЗО под залог вышел глава Кинишмы Крупин. Следователи не переживают, что он может повлиять на ход расследования. Следствие мы закончили, я вам скажу. Он знакомит сейчас с материалами уголовного дела. Ситуация, связанная с воздействием на кого-либо, в любом случае она мониторится. И это основание, в том числе, для изменения меры посещения. И я думаю, что это хороший стимул не делать этого. Рассказал Александр Булаев и о судьбе экс-главы администрации Ивановского района Сергея Жубаркина. По версии следствия, в период с 2011 по 2013 год чиновник фиктивно, без проведения аукциона, выдавал земельные участки района, находящиеся в госсобственности третьим лицам. Дело о злоупотреблении должностными полномочиями и покушении на мошенничество передано в суд. Тем не менее, карьера самого Жубаркина продолжается. В конце сентября шуйские законотворцы оказали ему честь и почти единогласно проголосовали за то, что Сергей Вячеславович стал депутатом местного парламента на постоянной основе, то есть за зарплату. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.